Всем привет! Известная писательница и предпринимательница Лена Ленина давно дружит с Барри Каримовичем Алибасовым. И не может молчать, когда друг попал в беду. На днях я не дозвонилась до Барри Каримовича, взволновалась и решила выяснить, куда он пропал. Оказалось, что у него беда, врачи диагностировали ему активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти, рассказала Лена Ленина. После недельного пребывания для чистки организма в наркологической клинике, они посоветовали окружению Барри Каримовича определить продюсеров более подобающее его состояние учреждения. А вот с окружением у Барри Алибасова оказалась совсем беда. Как бы этого не хотелось, но придется признать, что сынок, несмотря на сумасшедший характер и хронический словесный бред, все-таки пытается хоть чем-то помочь родному отцу. Хоть и выгнал весь преданный Барри Каримовичу персонал, в том числе и личного помощника, потому что нечем платить. И еще солисты группы на ней бросают старого продюсера в беде и продолжают подвозить немного денег из скудных по нынешним временам концертных гонораров. А вот его бывший пиарщик ховарно поводил уже почти ничего не помнящего старика, как медведи на ярмарке, по съемкам а-ля новая невеста танцовщица беременна, заработал на этом сколько смог, выжив ситуацию как лимон, и переметнулся в противоположный лагерь. А там свой медведь на веревочке, мало что понимающий. Точнее медведица. Подписала Лидия Николаевна все права своим представительницам, адвокатесе и одной из дочерей, а те и рады пиариться по эфирам. И только за гонорары. Предыдущая серия была о том, как они рады разводу. Но как только все комментарии прессе были даны, а деньги потрачены, кумушки спохватились и поняли, что без Алибасова нет скандала, и придумали следующую серию мыльной оперы. Теперь надо, чтобы он подал апелляцию, не желая разводиться. А он уже почти ничего не помнит, с букетом-галопом прогрессирующих заболеваний от Тальцгеймера до деменции, и ему бы сейчас на покой, а не на ярмарку. В общем, назвала я вам трех кукловодов, а вы уж сами решайте, стоит ли им верить и позволять ли продолжать измываться над несчастным больным стариком. Добавим, что Федосеева-Шукшина решила подать апелляцию на судебное решение о разводе со звездным продюсером Баррией Алибасовым. Об этом заявила адвокат звезды Юлия Вербицкая-Линик. Изначально причиной супружеской ссоры стала недвижимость, подаренная артисткой ее мужу. Однако позднее Алибасов переписал квартиру на имя своего помощника, что возмутило Лидию. В декабре состоялся развод звездной пары. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!